Доброе утро! Из аэропорта Шереметьево. Продолжаем изучение Мишны. Трактат Шаббат, 21 глава, 3-я, последняя в этой главе Мишна. Говорит Святая Мишна. Святая Мишна продолжает здесь тему мукцы, тему того, что разрешено и запрещено перемещать в Шаббат. И говорит, школа Шамая, говорят, поднимают со стола кости и кожуру. То есть человек поел, у него была трапеза в Шаббат, остались кости и осталась кожура. Теперь эти вещи, у них нет использования в Шаббат, соответственно, они имеют статус мукцы. То есть их нельзя перемещать в Шаббат. Так школа Шамая говорит, что разрешено перемещать их в Шаббат, тем не менее. А школа Елеля говорит, что берет стол, то есть верхнюю крышку стола, и стряхивает ее, так что они падают. То есть это то, что называется, то, что мы учили в предыдущих Мишнах, это тинтульминацад, это косвенный перенос. Он берет разрешенную вещь, двигает ее, и тогда перемещается запрещенная вещь тоже. Так школа Елеля говорит, что разрешено перемещать эти кости и кожуру только в том случае, если он перемещает их косвенно, поднимая крышку стола. Интересно, что здесь получается, что школа Шамая, они облегчают, то есть они говорят, что можно переносить кости и кожуру напрямую, и школу Елеля устражают. Они говорят, что можно только косвенно перемещать их, что нетипично, потому что обычно школа Елеля облегчает, а школа Шамая устражает. И поэтому в Геморе, когда Гемора разбирает эту Мишну, она говорит, что здесь есть ошибка, и она приводит доказательства из другого сборника, из Тосефта, есть параллельный Мишне сборник Мишнают, который называется Тосефта, и там написано наоборот, там написано, что там где у нас написано школа Шамая, там написано школа Елеля. И так в итоге такая лоха, что на самом деле школу Елеля здесь облегчают и говорят, что можно переносить напрямую, потому что они идут по мнению Раби Шимана, который разрешает перенесение мукца в Шаббат, если в этом есть необходимость. Такого вида мукца, да, почему? Потому что эти кости и кожуру их можно скормить животным, так, соответственно, у этого, да, есть какое-то использование в Шаббат, и, соответственно, это будет разрешено перемещать. Продолжает Мишна, стряхивают со стола крошки меньше, чем кизает, меньше, чем, например, с маслину, то есть то, что уже непригодно в еду, и кожуру от гороха, и от чечевицы, потому что они пригодны для того, чтобы скормить их скотине. То же самое, да, то есть это крошки и так далее, всякие вещи, которые уже не будут есть, человек не будет есть, но поскольку это можно скормить животным, так разрешено это перемещать, человек хочет убрать с стола даже не для животного, а просто, чтобы выкинуть это в мусор, то это будет разрешено в Шаббат. Губка, если у нее есть кожаная ручка, то вытирают ей, да, то есть есть в Шаббат проблема выжимать, да, выжимать воду из губки, и поэтому, если он берет мокрую губку в Шаббат руками, то он, естественно, выжмет, да, потому что под своим весом она уже будет выжимать. То есть у него есть кожаная ручка, видимо, такие губки были в то время, то тогда разрешено ее брать в Шаббат, а если нет, то не вытирают ей, говорит Мишна. А мудрецы говорят, и так, и так, можно брать в Шаббат, тут объясняют, что идет речь о сухой губке, по мнению мудрецов, что можно брать, и она не принимает ритуальную нечистоту, не принимает туму, потому что сухая губка, у нее есть использование, тем не менее она не имеет статус кле относительно того сосуда, предмета, относительно того, чтобы принимать ритуальную нечистоту. Спасибо большое, хорошего всем дня.